Степаныч. Так, по-домашнему и вместе с тем уважительно обращаются люди к Владимиру Степановичу Меньшову, у которого в этом году юбилей 70 лет. Правда, он считает, что настоящий юбилей – это когда 100 лет, и не нужно останавливаться на том, что сделано. А сделано за долгий трудовой путь очень много. Это и развитие киносети Ленинского района, создание коллективного антенного хозяйства, телекомпании «Видное ТВ», множество проектов культурно-просветительской направленности и многое другое. Слова из известной комсомольской песни «Старость меня дома не застанет, буду вечно молодым» – это про него. Владимира Степановича Меньшова в городе знают многие. Ведь именно он, среди прочего, сделал кинотеатр «Искра» центром притяжения видновчан. В котором демонстрировались художественные фильмы, проходили встречи с известными артистами и многое-многое другое. Когда я видела на улицах видного этого человека, я задавалась, конечно, вопросом, кто этот харизматичный, импозантный, элегантный, бородатый мужчина с элегантной тростью и такой легкой походкой – Владимир Степанович Меньшов. Владимир Степанович Меньшов дважды лауреат премии Ленинского района, заслуженный работник культуры Московской области, заслуженный кинематографист России. Он награжден знаками губернатора Московской области за полезное, за труды и усердие. В общей сложности он проработал в Ленинском районе 51 год. 39 из них – директором Витовской дирекции киносети. Сейчас Владимир Степанович на заслуженном отдыхе, если, конечно, можно так назвать, то общественную деятельность, которой сейчас занимается. Алло! Алло! Кронштадт на проводе! Интересный ответ на звонок. Откуда он? Ну как откуда такое? Из прошлого, от революции. Хочется быть в центре событий. Когда был один кинотеатр, было много киноустановок. И все звонили мне. Ведь в киносети Ленинского района было, когда я принял, 72 киноустановки. А потом появилась система коллективного телевизионного вещания, потом появилась студия кабельного телевидения, а потом присоединили газету. Тем более Кронштадт. В Смольный мы не перебирались. Так вот и работаем. А вот теперь музей. Заводской музей, переданный районному историко-культурному центру, собирателем и хранителем которого был рабочее предприятие Анатолий Куванов, требует приведения его в должный вид. Ведь в нем собраны экспонаты, рассказывающие о жизни целого поколения людей, создававших наш город. И у Владимира Степановича родилась идея создать из него интерактивный музей. У нас не только коксогазовый завод был. У нас был металлист, у нас был гипсобетон. У нас были сельхозпредприятия, совхоз московский, совхоз Ленина, совхоз 21-го съезда, колхоз Владимира Ильича, господин завод Коммунарка. У нас было много сельхозпредприятий, которые работали. И у них у каждого предприятия своя история. И это надо все сохранить, и надо все донести нашим детям. С вашим приходом музей Московского коксогазового завода начал приобретать свою новую жизнь. Благодаря вашим золотым рукам и вашим идеям мы создали уже много выставок. Став нештатным сотрудником историко-культурного центра, Меньшов принимает участие в подготовке и проведении многих мероприятий. Когда вы пришли работать в наш историко-культурный центр, это было очень и очень здорово. Потому что работая с вами, наши мероприятия по военно-патриотическому воспитанию с молодежью приобрели совсем другую направленность. Мне 70 лет, до юбилея еще далеко. Так что будем работать до столетия. Вот и все. Вот так, не останавливаясь, нацеливая себя на новые свершения, идет по жизни Владимир Степанович Меньшов, житель Ленинского района. Людмила Медведева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. Нам приятно видеть Владимира Степановича Меньшова у нас в гостях. Владимир Степанович, спасибо, что в свой праздник нашли минуточку и пришли к нам в студию. Мы счастливы, что как и 20 лет назад, когда именно вы решили создать студию кабельного телевидения, так и сейчас вы плодотворно сотрудничаете с телеканалом. А вот ответьте на вопрос. Вы счастливы? Да, я очень счастливый человек. Все, что я по жизни делал, все удавалось. А рецепт для остальных можете раскрыть? Ну, конечно. Рецепт очень простой. Нужно как можно больше трудиться, слушать всех и иногда настаивать на своем. Вас сегодня поздравили уже много людей. А вот что вы могли бы пожелать для себя? Что бы я мог пожелать для себя? Ну, на сегодняшний день у меня стоит, как бы сказать, новые задачи. Я сейчас на общественных началах работаю в музее Кокса газового завода. И мне хотелось бы, чтобы вот, что ли, мое новое детище, как бы сказать, я не сам его создал, я продолжаю. Просто, чтобы оно имело, ну, как сказать, такую же популярность, как Видновский канал. Владимир Степанович, разрешите мне от всего огромного коллектива Видновской дирекции киносети поздравить вас с юбилеем. И пожелать крепкого здоровья, воплощения в жизнь всех задумок и, конечно, творческих успехов. Большое спасибо!